То Бог ель, и яко Бог наш. ПЕСНЯ Все ближче Різдво, все яскравіше зірки, а ми з тобою, наш добрий друже, 25 грудня згадаємо пам'ять двовижного угодника Божія святителя Спиридона Тримифунського. Святого Спиридона на Русі люблять і знають, як і святого Миколая Чудотворця. Адже святитель Спиридон Тримифунський – надійний захисник і добрий молотовник усього православного народу. С самого начала своих маленьких шажков уже начинался його труд, послушання. Ми знаємо, що о діті його немного, але знаємо, що він в діті пас овец, виспитувався в благочистивій сім'ї. Ми знаємо, що був дуже милосердний ко всім нуждаюшимся, ко всім, хто обращався до нього, вже тоді обращав увагу на таких людей і допомогав їм. І, звичайно, і в діті його життя так і складувалася. Це простота, це милосердие всегда хранилось протягом всі його життя. І тому Господь і наділил його многими, многими даруваннями. Він, ми знаємо, що був женат, був, мил дітей. І також, звичайно, Господь хотів відпитати в нього ще більших трудів. І ми знаємо, що він понес великий труд, вже архипастерського служення. Він быстро одовел, і в скорому часу його поставили епископом Тремофунда. І, звичайно, з'явити його життя, він відносився дуже строго і твірдо до изучення священописання. Дуже священнослужителю, котрим він тоді управлявав епархією, він требував, щоб не було ніяких змінений в Слові Божьому. Тільки як зложеного священописання, так і щоб подавалось і всім окружаючим. Це ми знаємо і з того, як на 1-м Всеринському соборі, історики нам сообщають, що він присутував на 1-м Всеринському соборі, і там остаивав догмати Святій Троїці. Ми знаємо, що тоді розпроценивалася ересь Ария, і якраз з цей ересью прийшлося йому бороться, здається це. Звичайно, багато намагалися на словах священописання, як-то доказати філософам греческим свою правоту. І все це провіргалось іми, все ми ввели в долгу дискуссію. А от святитель Спиридон на простоте, на простоте такой, но твёрдой вері, подійшовши к этому філософу, объяснил этот догмат обычним простым способом. Взявши кирпич в руку, зжавши його, і по вері этой знизошел огонь вверх, вниз вода потекла. А в руке осталась глина. Этим он показал всем тем, кто был не согласен с тем, що Ісус Христос єдиносушен Богу Отцу. Доказалося, що дійсто троїться – це один Бог, але в трохи лицах. Як на примері цього кирпича. Кирпич один, а в нём три естества – огонь, вода і глина. Так точно і в самої Троїці. Бог один, але в трохи лицах. Ці догмати хранились в нём завжди, але важніше, за що Господь і дарував йому чудотворення, дарував йому ісцелення, і воскрішення. Ребінка ми знаємо. Це всього предання дуже багато, є дуже багато розказів о Його чудотворенні. І такі, що для нас, кажучи, і знаємо багато святих, і не бачимо в них стільки істелення, стільки чудотворення, як у святителя Спиридоні. Він прожив довгу життя і скончався мирно на острові Корфу. Він остался. І, звісно, можчі до сих пор почитаємо, можчі не тлінні. Ми знаємо величайші чудеса, які і зараз проходять. Там запись ведеться о тех людей, які там получають істелення прямо на місці, там, в храмі, кетом, в честь його названу. Получають там істелення і записи, які оставляють. Але ще знаємо важніші такі моменти, що завжди температура тела остається 36,6 в нього. До сих пор. Це подтверджено. І також башмачки, в яких він, як об'яснюють всі отці церкви, об'яснюють, що він ходить і постійно заботиться о всіх. Але заботу його ми видим і знаємо, відчуваємо, кожен на себе. Але то, що раз в год менюють ці башмачки і видять, що стоптані башмачки. Кожен раз нові башмачки одевають, і вони стоптані, потім через год вони вже снушені. Ось зібні ці башмачки роздають люди, і люди залишають ці 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 футі ці 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 ці. Для нас, дорогие братья и сестры, возникшие для нас есть то, чтобы мы имели великую надежду, великое упование от того, что имеем таких святых. Имеем такое огромное количество сон святых, имеем такого великого угодника, как святителя Спиридона Тримфутского. Это нам должно вселять надежду на то, что мы не одни, что такое покровительство, такое ходатайство пред Богом, и нам легче намного становиться в этой жизни. Легче нам жить жизнью с Богом, легче нам идти этим путем. Только бы мы искренне обращались к Ним в молитвах. К Нему, конечно же, тоже приписывают, как и каждому святому, приписывают от особенного случая, от особенного момента какого-то в жизни. Говорят, и о квартирном вопросе, кто-то, кто-то там еще в каком-то вопросе спрашивает. И говорит, что вот только к Нему обращаться за таким вопросом. Хочу сказать, что не может быть такого, чтобы там определенно к какому-то святому только такое обращение, такая молитва должна быть. Какая бы молитва нам и несовершенная была бы, по какой бы просьбе я имею в виду, главное, чтобы эта молитва была искренне обращена. Он слышит, и он всегда, конечно же, всегда будет ходатай стоять пред Богом у нас, всегда будет молиться, чтобы нам даровать это. Если это нам полезно, если нам самим это еще необходимо и полезно. Но важнее всего наше внутреннее состояние, важнее всего наше сердечное молитв, которое там. Потому что вот просто внешнее исполнение, внешнее о том, что так часто бывает, что знаешь, здесь люди много приходят в храмы и обращаются, именно вот слышат, что молитвочкам совершаются чудеса и бегут только вот от чудеса до чудеса, от одного до другой, от молитвочки, от молебна до молебна, питаются все таким способом жить. Это неправильное есть отношение Господу к Богу, неправильное отношение к святым. Это, хочу грубо звучит, но так я и всегда говорю, что это и с потребительской отношением так нельзя. Если и посылает Господь, если дает нам это все, то мы же убеждаемся это не один раз и чего-то не меняем в своей жизни. Вот только получивши, отходим и дальше живем своей жизнью. Не пытаемся изменить, исправить свою жизнь, не пытаемся что-то улучшить в жизни своей. Вот, поэтому, конечно, мне хотелось всем пожелать, чтобы все искренне обращали свою имелитву к Богу и не стремились жить только чудесами, потому что чудесами – это очень слабая вера, если человек живет только чудесами. Господь дает нам в помощь очень многие чудеса, но для того дает, чтобы мы разумились и уже изменили свою жизнь, уже пытались по-другому становиться в своей жизни. Вот это важнейшее есть, и пусть Господь дарит по молитвам святого всем вам, конечно же, дорогие братья и сестры, всем дарит такое восприятие. Для нас, конечно же, важнейшим есть, чтобы и в скорбях, и в всяких испытаниях нам было только оставалось молиться и благодарить Господа Бога за все. Нам даются испытания, они просто даются испытания для того, чтобы мы могли изменить свою жизнь. Но если мы, получая это, начинаем роптать, мы теряем то, что уже приобретенное нам и есть. То, что дано нам и в крещениях, то, что дано нам и дано от Господа через святых, которых мы всегда в своей молитве обращаем. Даются нам испытания и будут даваться. Тот, кто на правильный путь становится, тому как раз и испытания не спосылаются. И без этого никак нам не пройти. До того, наоборот, Господь отворачивается, кто живет уже своей жизнью и не имеет никаких трудностей в жизни, то многие говорят, что еще Господь отвернулся. Если получают все, имеют все и живут своей жизнью, это страшное состояние души. Все святые, мы знаем, прошли через многие трудности. И нам всем, так же, этот узкий путь, нам придется этим узким путем пройти, чтобы мы имели уже жизнь совсем иную. Не в трудностях и скорбях, а в радости с Господом Богом. Но вот эти трудности, которые, вот мы знаем, и приходилось прекратить и с передовым Триумфутскому Четворцу, и многим-многим святым, нам всем придется пройти. Поэтому желаю только терпения, засмирения, которое имел милосердие, которое имел святитель, чтобы мы все с этим могли пройти искренне, пройти свой путь, данный каждому Господу Богу. Пройти достойно и всегда за все благодаря Богу.